Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Процветок. Осеннее время, это время, когда на наших участках появляется значительное количество различных растительных остатков. И, конечно же, нам хочется эти растительные остатки как можно рациональнее пустить в дело. Самым рациональным способом использования таких растительных остатков является компостирование. Многие боятся заниматься компостированием растительных остатков из огорода, из сада, опасаясь, что на них остается значительное количество болезней, вредителей, которые в будущем сохранятся в компосте и каким-то образом перезаразят те растения, под которые этот компост будет использоваться. В принципе, доля правды в этом есть. Хотя на самом деле, хорошо разложившийся компост, правильно, хорошо приготовленный, не будет содержать значительного количества фитопетогенных микроорганизмов, которые могут действительно нанести вред посадкам. Если только он не дозрел, был сделан неправильно. И вот сегодня я поделюсь с вами одной заправочкой, которую я называю быстрокомпост. Ну, такая простая, простая очень рецептура для ускорения созревания компоста, что будет очень-очень полезным. Потому что, когда мы закладываем растительные остатки в осенний период в компостник, они разлагаются там достаточно долго. Ведь температуры неподходящие, объем какой-то большой, да, аэрации нормальные невозможно обеспечить при такой низкой температуре. Ну, и так далее. Хотя я на самом деле сторонник такого комбинированного подхода к компостированию. Мне нравится даже бескислородное компостирование. Оно, мне кажется, более даже, больше оставляет питательных веществ, хотя занимает несколько большее время. Так вот, чтобы быстро прокомпостировать растительные остатки, которые образовались в осенний период, и уже даже использовать эти растительные остатки для огородной земли, для земли, для рассады, очень ценные земли для рассады, я с вами поделюсь вот этим своим рецептом. Он настолько же прост, насколько и эффективен. Что нужно для того, чтобы микрофлора, которая способствует разложению растительных остатков, превращению растительных остатков в компост, и уничтожению вот этой фитопатогенной микрофлоры, что ей нужно? Ей нужен азот, фосфор, калий. Калия в растительных остатках во. Это будь то скошенная трава, остатки, свежая или сухая, будь то опавшие листья, стебли какие-то, жёсткие, нежёсткие, какие угодно. Калия в них предостаточно. Мы об этом говорили в одном из выпусков. Нужен ещё, конечно, азот, и нужен ещё, конечно, фосфор. Безусловно, можно использовать какие-то минеральные удобрения, которые, ну, там достаточно сложно бывает дозировать, но это тоже всё возможно. Я же с вами поделюсь жидкой заправочкой, которая рассчитана на, внимание, один полипропиленовый мешок, такой сахарный полипропиленовый мешок, или аналогично какой-то мешок для мусора, любой мешок для мусора, ну, примерно такого же объёма. То есть полипропиленовый сахарный мешок это 20 кг картошки, да, или там 20 кг сахара туда влазит. Вот примерно такой мешок. Ну, все их знают. Что необходимо сделать? Надо брать этот мешок, закладывать туда различные растительные остатки. Этот мешок может быть с полиэтиленовым вкладышем, а может быть и без полиэтиленового вкладыша. И нужно приготовить ведро раствора. Мы с вами сейчас будем готовить концентрат, концентрат заправки. Для того, чтобы всё у нас там хорошо работало, мы в качестве основы нашего концентрата берём обыкновенные хлебопекарные дрожжи. Ну, вот я взял 100 г вот таких вот сырых дрожжей. Если вы пользуетесь сухими дрожжами, то возьмите примерно грамм 70. Самое дешёвое, что только есть. Слушайте, в Белоруссии 51 копейку. Вот я купил за 100 г этих дрожжей. Нам их надо, внимание, обязательно растворить в воде и обязательно прокипятить. Кипятить надо хотя бы минут 10. Это обязательно. Некипячёные дрожжи не используйте. Будет вред, не польза. Можно в микроволновке прокипятить, можно на плите прокипятить, как вам больше понравится. Вот 100 г прокипячённых дрожжей вот я в небольшое количество воды вкладываю. Следующий компонент, который нам обязательно понадобится для ускорителя нашего компостирования, это аптечный глицерин. Вы можете взять технически, если он вам дешевле. Пожалуйста, но это любой глицерин. Вот у меня здесь 10 грамм 70% 100 грамм, прошу прощения, 70% глицерина. И я вот прям все эти граммы вот сюда вот аккуратненько, он такой густой, аккуратненько выливаю. Все 100 грамм 70% глицерина. У кого какой-то другой процент, пожалуйста, корректируйте. Следующий компонент, который нам понадобится, это сахар. Обыкновенность, ну у меня вот здесь вот в баночке сахар. Его на это количество нужно совсем немного. Буквально 2 столовые ложечки этого сахара понадобится. Буквально 2 столовые ложечки. Не больше, больше не надо. И самый главный компонент, самый главный компонент, это, конечно же, триходерма. Вы можете брать триходерму, нарощенную в домашних условиях. Я беру триходерму, друг садовода и огородника. На сегодняшний день я вам совершенно точно могу говорить, что это самый лучший, самый активный, самый концентрированный препарат, который только есть. Что касается таблеток для кладина, то вам, по крайней мере, сюда нужно будет завалить целую пачку. Ну и то, как мы уже убедились, без гарантии того, что там есть триходерма. Если говорить о препарате триходермин БЛ, то вам его нужно столько же, ну чуть-чуть больше может быть, чем вот этот препарат, о котором я сейчас сказал, друг садовода и огородника. Если вы берете какие-либо другие препараты, ну, мне трудно сказать, что их много, там триходерма зеленая на крупках, которые триходермы там почти что нету, лучше всего вырастить домашнюю. Это в идеале, да, можно взять вот эту триходермин БЛ фунгелекс. Фунгелекса нужно взять, ну, такой же объем примерно, как мы будем брать сейчас вот эту. И нам вот этой вот триходермы, ну, то есть крепкой триходермы, надо взять по крайней мере две столовые ложечки и сюда вот засыпать две столовые ложечки вот этой вот самой триходермы. Я сюда засыпал, закрепить в пяти, она совершенно дружественная человеку, грибочек, как видите, ничего не боюсь, ничего не страшно. И как следует вымешать. Вымешать, ну, дать постоять, ну, буквально там пару часов дать постоять. И все, ваш концентрат полностью готов. В связи с тем, что вот эта триходерма готовится на зернах перлита, агроперлита, то эти зернышки будут плавать наверху, ничего страшного, вся споровая масса распределится здесь по этому объему нашей заправки и все будет очень хорошо. Ну, зернышки тоже будут плавать сверху, таблеточки упадут. Если это глиокладин, ну, вам целую пачку надо сюда с учетом количества этих, этой триходермы, которую можно найти в глиокладине. Поэтому, конечно, эти препараты, вот, и триходерма БЛ, и друг садовода-огородника являются крайне экономичными. Что нужно сделать дальше? Дальше, через 2-3 часа, после того, как это все постояло, желательно в теплом месте, это надо все бухнуть в ведро воды, в ведро воды, в 10 литров. И готова ваша заправка для компоста. Далее, что вы делаете? Берете полипропиленовый мешок, закладываете туда, ну, где-то сантиметров, может быть, 15, слой растительных материалов, и легонечко, буквально там полстакана, ну, стаканчик полили, да, сверху. Потом еще столько же, утрамбовали, стаканчик полили. Еще столько же, и вот из этого 10-литрового ведра стаканчик полили. И так вы набили целый мешок вот этих растительных остатков. У кого-то уйдет 3 литра, у кого-то уйдет 5 литров, у кого-то уйдет все 10 литров. Зависит от влажности исходного растительного сырья прямо на грядках. Все это можно делать, напихивать в мешки для мусора. Завязал и поставьте это в подвал, в сарай. Ну, главное, чтобы там температура была для этого компоста, ну, хотя бы выше 10 градусов Цельсия. И уже там триходерма при этой температуре будет работать. Чем выше температура, тем быстрее произойдет компостирование. Чем температура меньше, тем будет меньше идти, дольше идти компостирование. Но в любом случае к февралю месяцу у вас получится прекрасный, замечательный компост. Ну, конечно, если там были очень грубые ветви, то они там немножко останутся, волокна какие-то, все это чуть-чуть останется. Ничего страшного, можно это, когда вы из мешка будете доставать этот компост, немножко это можно просеять, ну, для целей, конечно же, рассады. Ну, а если вносить потом до весны, это оставить в подвале, в сарай, там где-то еще, то в этом случае вы просто развязываете эти мешки, выносите на огород и прямо из этих мешков сыпите, сыпите, сыпите компост в лунки, в гряды, там в рядки, туда, куда вы сеете семена, потому что это будет прекраснейшее, прекраснейшее органическое удобрение для ваших растений. Что ж, такой очень простой рецепт быстрого компостирования, такого ускорителя компостирования, совершенно недорогой, совершенно доступный каждому. Глицерин очень ускоряет работу микроорганизмов аборигенных, которые на растительных остатках имеются. Сахароза, сахар, очень ускоряет развитие триходермы, является такой инициирующей подкормкой, чтобы мицелий там развился, начал это все есть. Ну, конечно, надо завязать, потому что могут полететь мушки оттуда, там будет появляться плесень какая-то, в том числе аборигенная, там мукор, там еще что-то. Это все нормально, это абсолютно нормальное явление. Могут эти мешочки немножко внутри разогреваться, если там вдруг созданы там анаэробные условия, то есть вы сильно напрессовали, вот не прессуйте слишком сильно, да, тогда не будет разогрева самих мешков. Но в целом, в целом, все будет очень хорошо. Если вы хотите из этого компоста сразу же получить почву для рассады, потом не смешивать этот компост с почвой, а вот прям здесь получить почву для рассады, то перемежайте слои растительных остатков с небольшим количеством грунта. Вы можете взять свой огородный грунт, ну, вы можете какой-то торфяной грунт взять, но в любом случае грунт туда подсыпать. И в таком случае вы получите не просто компост, а готовую огородную землю, прекрасную огородную землю, улучшенную, органикой, улучшенную триходермой для рассады. И все, больше туда можно потом ничего уже не класть. Все, что нужно будет потом, я расскажу вам потом, уже ближе к сезону посадки рассады. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова